Добрый день! Продолжаем нашу работу. И на прошлой лекции мы рассмотрели теорию Дебая-Хюкеля. Теория Дебая-Хюкеля. Это очень важная концепция, важная не только для физической химии, но и для физики, для ядерной физики, для общей физики, для ядерной физики. И поэтому имеет смысл еще повторить основные моменты. Значит, изначально, или классический вариант теории Дебая-Хюкеля имеет дело с сильным электролитом и рассматривает процессы савиатации в такой системе. И важный момент, который надо осознавать, что любой ион в этом электролите обзаводится шубой. Я вот так и обозначу, с шубой, противоположной заряженной данному иону. Шубой, если это катион, то шубой из анионов. И характерный радиус, такой шубой обозначен через лямбда, и потенциал иона на расстоянии R или в точке R записывается следующим образом. Это тоже полезно всегда помнить. Это обычный потенциал точечного заряда. Эпсилон – это биоэлектрическая проницаемость среды, которая умножается на экспоненту с некоторой константой, которая экранирует этот потенциал. Это очень важно. Лямбда – это радиус дебая, который обратно пропорционален к Аппи. Я здесь тоже выпишу. Этим мы занимались всю прошлую лекцию. 8П, Е квадрат, Е – это заряд, Н – концентрация ион. Это, так сказать, физика. Мы ее, так сказать, знаем, да? Но кроме того, что очень важно уже, скорее, для физической химии, мы определили с вами энергию, потенциальную энергию взаимодействия центральной заряженной частицы с шубой. Она равняется минус то есть шуба уменьшает потенциальную энергию системы на Эпсилон. Ну, фактически, это электростатическая энергия двух зарядов, которая находится на радиусе дебая в среде с электрической проницаемостью Эпсилон. И вот этот результат позволил нам сделать поправку к выражению химического потенциала в идеальных средах, для сильно разбавленных идеальных сред, а именно коэффициент активности где я его запишу? Наверное, вот здесь. Коэффициент активности гамма-ИТ, точнее, его десятичный логарифм можно записать в виде вот таком. где Z это заряд иона-Итого иона, а некая константа на корень из G. Где G, это очень важная величина, ионная сила раствора, которая вот определяется следующим образом. Заряд Итого иона на Z и Т в квадрате. Причем, обратите внимание, что суммирование ведется по всем ионам, которые находятся в растворе. Вот это вот, собственно, наша, как бы, физико-химическая часть, которой была посвящена прошлая лекция. Ну, а это константа, которая определяется из теории, ее можно посчитать. Но здесь, в общем-то, это не так важно. Главное, вот, помнить, что логарифм коэффициент активности пропорциональен к корню из ионной силы и на квадрат валентности иона. Хорошо. И, в общем-то, это было большое достижение в теории, в теории, поскольку это прекрасно, но это хорошо согласовывалось с экспериментом. Ну, а именно. Помимо прочего, вот теория Дебайя-Хюкеля предсказала закон Льюисер-Рендалла, который был известен задолго, ну, до появления этой теории, а именно коэффициент, это был эмпирический закон, надо сказать, который утверждает, что коэффициент активности в растворе с одинаковой ионой силы должен быть одинаковым. Это, так сказать, следует из теории. Теория правильно описывает зависимость от заряда иона, что тоже очень важно. И при помощи этого, так сказать, выражения для коэффициента активности можно фактически рассчитывать все термодинамические величины, которые нужны, поскольку мы знаем, которые нас интересуют, точнее, поскольку мы знаем выражение для химического потенциала с поправкой на то, что мы имеем дело с заряженным раствором. Все замечательно, но при одном условии. Вот это вот работает при концентрациях электролита. Я здесь использую здесь я наращився. Здесь не Е, а С концентрация. Простите, значит, С. не больше сотой моли на литр. Это тоже ничего, но в общем, в принципе, химики привыкли работать с более концентрированными растворами. И сразу возник вопрос, а нельзя ли как-то улучшить первый вариант теории? Можно поразмышлять, почему все плохо работает при более-менее высоких концентрациях. Ну, первое, мы сделали довольно много упрощений, предположений при выводе этого уравнения. Это первый момент. Кроме того, мы считали, что мы вместе, мы после Дебая с Хьюкером, мы исходили из того, что заряды точечные. И, кроме того, полностью пренебрегались ион-ионными взаимодействиями в системе. Потом, кроме того, по идее, должны возникать ионные пары. И есть подозрение, что ионные пары в сильных электролитах возникают, но мы здесь о них совершенно никак не говорили. Поэтому, в общем, причин для того, что теория работает хорошо, но не идеально, довольно много. И вот первое, первая поправка, которая была сделана самим Дебаем, он учел размер ионов. Ионы не точечные заряды, а шарики, у которых есть радиус, радиус иона. Ну и тогда можно, вообще говоря, снова проделать ту же процедуру, которую мы делали на прошлой лекции, нужно решить уравнение Пуассона с учетом радиуса иона. Ну, фактически, это учитывается за счет выбора граничных условий, и граничные условия будут следующие. Значит, первое, при р при р стремящейся бесконечности фи равняется нулю и, соответственно, производная тоже равняется. По р градиент тоже равняется нулю. Первое. в принципе, под этим есть своя, так сказать, физика, мы уже вдаваться в детали не будем. И, кроме того, потенциал на поверхности иона равен вот такой величине фи от d это при р равняется d. Ну, детализировать мы, так сказать, не будем. В принципе, это хорошее упражнение, которое вы могли бы проделывать сами, что называется, просто для подтверждения квалификации. И вот в рамках уже поправленной модели с учетом того, что ионы имеют радиус, это неточечные заряды. Получается, что потенциальная энергия иона, потенциальная энергия взаимодействия иона с его шубой запишется уже вот так. видно, если d устремить нулю, то мы возвращаемся вот к исходному варианту. по крайней мере, здесь вроде бы все более-менее нормально. И мы можем, наверное, верить дебаю, даже не сделав это самостоятельно. Ну вот такая поправка. Эта поправка тут же меняет выражение для коэффициента активности. И коэффициент активности становится вот так вот, начинает вот так зависеть от ионной силы раствора. В исходном варианте логарифм гамма пропорционально корню из ионной силы, а здесь еще появляется в общем-то в знаменателе еще такая поправка. И надо сказать, что уже при таком ну в общем-то незначительном улучшении, незначительной модификации все это начинает работать уже до ионной силы равной одной десятой. Вот это выражение уже, так сказать, позволяет продвигаться по крайней мере на порядок по концентрациям. Или лучше, конечно, использовать ионную силу. Вот. Ну, если с точки зрения что называется бытовой, кстати, если вы будете заниматься так или иначе вот такими системами, в которые входят заряженные частицы, что вполне вероятно, то с точки зрения уже вот эксперимента тоже полезно знать коэффициент активности ионов, который у вас находится в системе. И здесь нужно использовать уже эмпирическими зависимостями, которые основаны на теории Дебая-Хюкеля. И вот одна из очень хороших примеров для выражения для коэффициента активности ну активности обычных неорганических электролитов, сильных неорганических электролитов можно записать таким образом. Логарифм этого иона минус здесь должен быть а z и t в квадрате корень из ютной силы плюс и плюс еще добавляется такая штука. Это уже эмпирический так сказать вещь. А считается по теории Дебая-Хюкеля, ну если для воды для воды это равняется 0 целых 512 имеется в виду это выражение в концентрации записывается в молях на литр при температуре 25 градусов и воде АБ ну это некая константа или напишем константа ее называют по крайней мере первых прерывателя этого соотношения это довольно известно в литературе называют коэффициентом взаимодействия ну видимо она по физическому смыслу может учитывать взаимодействие ионов что изначально теория Дебая-Хюкеля не не учитывала и вот еще раз это не единственный эмпирический такой подход но он хорош тем что он фактически как бы база это Дебая-Хюкеля мы что-то добавили поэтому это довольно логичная вещь это эмпирическая связь но в принципе она работает уже в реальных условиях при исследовании тех или иных систем если понадобится если понадобится определять коэффициент активности значит химические потенциалы то вот обычно пользуются можно воспользоваться и и и и и таким выражением оно действительно работает ну на этом наверное мы закончим с теорией Дебая-Хюкеля которая имеет дело с расторами электролитов в частности ее можно использовать и для как мы уже неоднократно отмечали и для плазмы для состояния где система состоит только из ионов положительных точнее из заряженных частиц положительных и отрицательных ну нечто похожее можно в общем-то и найти в такой химии и сейчас мы рассмотрим такую систему такие системы которые называются ионными жидкостями ионные жидкости это в общем-то идеологически привязано к теории Дебая-Хюкеля и последнее время очень весьма популярная штука ионные жидкости ионные жидкости ну по определению это жидкость которая состоит только из ионов анионов и катионов значит да сразу здесь напишем английскую аббревиатуру и ионик ликвид до недавнего времени ионную жидкость можно было получить если взять какой-то ионные кристаллы и расплавить ну например калий хлор в общем принципе это работало бы с натрий хлором и тогда при температурах больше 800 градусов по цельсию мы получим жидкость состояния понятно что там только ион и калия и соответственно аниона хлора и но это интересный объект такими расплавами в общем-то про такие расплавы знают все очень давно значит что можно сразу сказать ионные жидкости проводят ток лучше чем водный раствор если растворить калий хлор в воде то проводимость у калий хлора в виде ионной жидкости выше при плавлении ну не только для калий хлора для для всех таких случаев наблюдается где-то от 10 до 25 процентов увеличения типично 10 25 процентов по объему увеличения увеличения объема да увеличение объема образца но это неудивительно так сказать по крайней мере мы не удивляемся естественно нагреваем объем увеличивается но наряду с этим было обнаружено что образованно при помощи рентгеноскопических измерений обнаружено что расстояние между противоположными ионами расстояние между между калий хлор калий плюс и хлор минус между противоположными заряженными частицами такой же как в твердом состоянии и тогда чтобы так сказать связать концы с концами чтобы эти два факта не противоречили друг другу мы должны заключить что в структуре ионных жидкостей в ионных жидкостях на все так существует пустоты некие так сказать в структуре некоторые пробелы и следовательно в общем-то это чрезвычайно интересно ну вот так такая так сказать такие свойства это естественно объект для супрамолекулярной химии хотя все эти результаты были известны несколько раньше чем появился термин супрамолекулярная химия но получается что эти пустоты полости по-видимому должны мигрировать по объему в силу того что происходит хаотическое движение ионов в расплаве и эти пустоты наверное меняются в размере хотя есть какое-то определенное распределение и все это находится в таком динамическом равновесии ну все это конечно замечательно и в общем-то довольно энергично изучалось но тут выяснилось что ионные жидкости могут есть такие системы которые являются ионными жидкостями могут существовать при комнатной температуре есть даже специальная аббревиатура опять английская room temperature ionic liquids ну нам понятно что на неорганических ионах такую штуку получить нельзя потому что неорганические ионы они маленькие и кулонская заводить очень сильно следует надо брать какие-то объемные ионы чтобы кулонская взаимодействие между ними не было достаточно сильным и тогда твердая структура могут превратиться в жидкие ну и следовательно это должны быть органические скорее всего ионы и вот в 1914 году впервые известный химик Вальден синтезировал синтезировал такую штуку нитрата нитрат НО3 это год год здесь кстати коль скоро мы вспомнили Вальдена Пауль Вальден ну а вообще Павел Иванович Вальден родился в конце 19 века и был профессором физической химии в Рижского технического университета очень известный химик органик ну так вот очень известна опять же его реакция обращения Вальдена для химиков это было очень важно для скажем для физической химии Вальден придумал термин и ввел его в обиход термин сальватация это грубо говоря наша любимая как бы так сказать вещь так вот сальватация мы терминология сальватации мы обязаны Паулю Вальдену Чен Петербургской Академии наук при советской власти значит иностранный член Академии наук советского союза это 30-е годы вот Вальден прожил долгую и полную в общем-то ну и не очень гладкую жизнь значит выдающиеся успехи в химии и ему чуть было не дали Нобелевскую премию не знаю то ли Первая мировая война повлияла то ли еще что-то Нобелевской премии у него не было но значит он эмигрировал в Германию из Прибалтики из Латвии нынешней и значит оказался в Германии и здесь надо отметить что Вальден стал сторонником нацизма вот как бы это так и некое пятно на его биографии после войны он оказался очень тяжелым положением материальным тем более он оказался не на той зоне оккупации Германии и он оказался вообще без средств к существованию и тогда он обратился в Советскую Академию Наук Академию Наук Советского Союза что вроде как я ваш член и вы меня не выгнали поэтому может быть вы мне все эти деньги вернете которые я не получал в виде оклада денежного содержания но тут ему в общем-то было отказано и вот фактически это наверное можно трактовать как его исключили из членов Академии Наук Советского Союза и это наверное был единственный случай потому что никогда ни до ни после из Академии Наук Советского Союза Российской Академии Наук никого не исключали раз уж там туда принимали и так но это некая так сказать интересное отступление Вальдан синтезировал ионные жидкости и значит мир прошел научный мир прошел мимо и как-то ничего про это так сказать не было слышно а вот после Второй мировой войны вдруг ну почему это я откровенно говоря не знаю ну американские военные научные учреждения очень заинтересовались ионными жидкостями и они начали интенсивно их изучать ну правда до 98 года до конца прошлого века фактически там скажем количество публикации по ионным жидкостям ну где-то 50 в год ну заметно но не так уж чтобы больше а сейчас это сотни в год и может быть даже больше и в общем в принципе интерес к ионным жидкостям достаточно достаточно высок но давайте сначала может быть мы напишем несколько структур ионной жидкости которые сейчас как бы на слуху и наиболее наиболее популярны ну вот в качестве катион собственно ионная жидкость нужно подобрать пару ионов катион и анион которые были достаточно большие по размерам и их взаимодействия на радиусе соприкосновения не хватало бы для того чтобы система перешла в твердую фазу ну вот из таких наиболее популярных скажем катионы это вот на основе имидазола вот к одному азоту пришивается метиловый радикал а ко второму алкиловый радикал ну вот разная типа такого цн h2n плюс 1 один из самых популярных катионов который может работать в качестве вот компонента ионной ионной жидкости которые жидкие при комнатных температурах значит это 1 алкил раз два три один алкил три метил и мидазол залини вот этот катион так называется 1 алкил три метил и мидазол и мидазол ну вам не обязательно запоминать эти химические названия с другой стороны они должны пугаться потому когда с химиками но они может быть и сами не очень знают широко нуменклатура но тем не менее вот значит нуменклатура должна быть тоже у вас какая-то минимальная быть кроме кроме катионов на основе имидазола вот эта штука собственно имидазол довольно популярный катион сейчас я напишу потом скажу это алкил аммонийный катион алкил аммонийный катион здесь вот эти R это радикалы на основе линейных углеводородов и вот эти штуки достаточно активно используются и дают хорошие стабильные ионные жидкости комнатно-температурные ионные жидкости теперь анионы анионы могут быть в общем-то и неорганические часто используются используются хлор бром с минусом вот ну видите здесь в общем получается что катионы могут быть органические анионы могут быть неорганические жидкости могут быть значит органические неорганические но в качестве неонов могут быть и органические вещи ну давайте вот здесь тоже очень популярная штука сейчас значит три флуора флуора это значит фтор три флуора метан и вот с о значит три флора три атома фтора к углероду это как бы метан три флора метан и вот это вот часть сульфанат вот такие такие обоведу чтобы было бы с ней это тоже может использоваться в качестве анионов ну и в общем не то чтобы для того чтобы запугать но в принципе тоже одна из самых сейчас популярных молекул давайте я его все-таки напишу так ну это как бы удвоенная предыдущая структура здесь видно здесь видно что эта структура является как бы удвоенной вот этой и называется она бис-3 флора метан сульфония амид ну сульфония это вот за счет S амид это химические вещества из азота двухвалентного азота скажем так вот это это те компоненты из которых можно собрать собрать ионные жидкости которые являются жидкостями при комнатной температуре теперь спрашивается вопрос почему вообще в связи с чем в связи с чем такие вообще такой интерес ну во-первых очень интересная структура жидкости как я уже говорил ну даже уже на расплав было понятно что там есть полости какие-то пустоты и надо сказать что структура жидкости до сих пор не изучена до конца поэтому это является интересным объектом с точки зрения фундаментальной науки и сейчас считается что вот в ионных жидкостей возможны какие-то структуры с характерной длиной с характерной длиной там порядка 10 нанометров ну это может быть вдруг это может быть кому-то нужно значит это первое есть есть структура и не изученная здесь напишу стру тура интересная структура малоизученная ионные жидкости не горят не горят не летучие причем не летучие так сказать а в слову совсем над ионной жидкостью в общем-то не удается обнаружить их пары еще какой какой-то сказать это все либо положительно положительные свойства либо так сказать ну как бы нейтральные что называется а вот особенность которая не очень хороша ну может быть не очень хорошей это высокая вязкость высокая вязкость легко больше сотни сантипуаз мы помним что невязкая вода это один сантипуаз то есть вязкость здесь вообще говоря весьма приличная да и еще я ну наверное имеет смысл из свойств ионной жидкости но это тоже как бы так сказать трудно такое свойство без ярко выраженных отрицательных либо положительных вещей ионной жидкости есть электрическая проницаемость которая равняется ну где-то порядка десяти скажем так чуть больше десяти может быть что-то в этом то есть они вообще говоря они могут популяризоваться электрическом поле но все так довольно довольно все-таки они неполярны вот и все это делает особенно особенно вот эти свойства не горят они летущие делают их очень интересным объектом с точки зрения зеленой химии поэтому вот попытка использовать их как растворителя для так называемой зеленой химии химия которая бережет экологию в медицине используются жидкие емные емные жидкие емные жидкости при жидкие при комнатной температуре любые называют артил как-то не очень по-русски значит артил используется в медицине для транспортировки были попытки по крайней мере для транспортировки лекарств ну так сказать по для транспортировки в организме потому что в общем бывают случаи что ток кровоток не в состоянии переносить большое количество необходимых лекарств там в силу того что лекарства не обязательно хорошо растворяется в воде и вот были попытки не знаю насколько насколько успешны по крайней мере такие работы велись и ведутся кроме того ионные жидкости в электрохимии используются как ну как как электролит и для производства солнечных батарей последние последние как бы вещи которые которые ну представляют представляют серьезный интерес для для технологий очень ну вот с точки зрения химии поскольку не горят и не летучие то в ядерных в ядерных технологиях ионные жидкости тоже в общем-то представляет собой определенный интерес ну предположим их можно использовать для экстракции как радиоактивных вещей ненужных загрязнений и потом это в общем относительно легко хранить вот в отличие от нынешней ситуации с фукусимой когда есть радиоактивная вода и хранить ее так в общем-то довольно трудно разве что только исцелить мировой океан потому что вода летит и ну и получается разносится радиоактивное радиоактивное заражение поэтому поэтому ионные жидкости они в общем вещь очень очень интересная ну собственно поэтому мы с вами с вами и ее так сказать рассматриваем кроме того вот четвертый пункт большая вязкость она скажем в технологиях химических технологиях может быть серьезной причиной потому что вязкую жидкость скажем перегонять по трубам это довольно трудно очень большие затраты но тут есть один вариант и это пожалуй пожалуй вот довольно новое новое веяние в области артил можно ионные жидкости разбавлять органическими растворителями и это в общем-то не сильно ухудшает свойства ионных жидкостей характерных для ионных жидкостей но можно добиться уменьшения вязкости вот приблизительно если рассмотреть некое общее эмпирическое связь скажем здесь органический объемная доля объемная объемная доля на объемные процессы какой-нибудь органический растворитель можно подобрать невязкий достаточно хорошо смешивающийся с той ионной жидкостью которая у вас на руках и тогда получается вот такая типичная зависимость что при добавлении даже небольшого количества органического компонента третьего вязкости очень резко падает сразу ну и скажем вот где-то здесь положено на уровне 0,5 от начальной величины вязкости у вас получается где-то порядка 10 всего лишь 10 объемных процентов если вам действительно нужно проталкивать по трубам то можно вот добавить небольшое количество органики получить вот такое мячение вязкости но кроме того мы кажется мы вспоминали мы вспоминали на предыдущих лекциях что есть вот явление выборочной селективной сельватации когда ну например имеется два типа два типа растворителя да и мы говорили что там в принципе вот для для таких бинарных систем если взять два растворителя два органических растворителя полярный и неполярный то можно получить очень интересные свойства такой бинарной смеси тоже структура наноразмерная супрамолекулярная структура и из этого получить разные интересные вещи я думаю что может быть мы еще об этом поговорим на последующих лекциях но здесь получается что что-то вроде тоже типа уже так сказать не бинарная тройная смесь и новый компонент создает более интересные возможности для образования определенных структур которых можно для каких-то своих задач использовать не говоря же о том что это просто очень интересно с точки зрения фундаментальной науки здесь наверное про йонные жидкости можно можно уже закончить а мы сейчас мне бы хотелось вам поговорить вот об экстракции о жидкостной экстракции коль скоро я уже мы упомянули что йонные жидкости могут быть использованы для в ядерных технологиях это может быть использовано для скажем для экстракции из какой-то загрязненной фазы можно извлекать радиоактивные остатки радиоактивное загрязнение ну для этого в общем-то нужно все-таки представлять что такое жидкостная экстракция нам это полезно еще для того чтобы вспомнить как обращаться с важной важным понятием как химический потенциал ну вот экстракция я не знаю может быть вы уже знакомились на курсе химической физики но предположим у вас есть некая система объем в котором находятся два несмешивающихся растворителя а растворитель ну и б и есть некое третье вещество которое растворяется в этих растворителях скажем в растворителе концентрация этого вещества СА а в растворителе В концентрация этого вещества СБ ну температура и давление у нас постоянны и мы хотели бы для начала найти какие-то общие связи для того чтобы понять как распределяется наше третье вещество между этими двумя двумя растворителями общий подход нужно записать изменение потенциала гипса при переходе некоторое количество вещества из фазы В фазу А или наоборот мы знаем что дельта g это сумма мю и т по dn и т и мю это химический потенциал потенциал сегодня мы сделали успех понимание химических потенциалов в том смысле что мы даже обнаружили выписали выражение для коэффициент активности ионов поэтому полезно вообще вспомнить про химические потенциалы и в данном конкретном простом случае если правда мы считаем что у нас в условиях разбавленных растворов прежде всего запишем равновесие в равновесии дельта g равняется нулю и если химический потенциал вещества в растворителе а мю а предположим что произошел переход из а в б и соответственно такое же количество если если а дн моли появилось то в б дн моли исчезло значит минус и это равняется нулю из общего правила равновесия который основывается на этом выражении для изменения потенциала гипса ну и отсюда следует то что мы в общем-то и так знали еще раз убедились что равновесия химический потенциал вещества третьего вещества в растворителе а равен химическому потенциалу растворитель б ну в противном случае просто происходил бы переход вещества из области с более высоким химическим потенциалом в менее высокий и равновесие наступало когда вот наступает когда получается такая штука теперь если использовать теперь если использовать выражение для химических потенциалов ну приближение разбавленных расторов мы можем записать для мю а для химического потенциала в растворителе а стандартный потенциал плюс р т логарифм с а и это равняется соответственно ну откуда легко получить что мю 0 а минус мю 0 b разница стандартных потенциалов для а и b растворителя равняется рт логарифм b на c а ну или делая это операция обратно логарифмирование потенциал метри выполняя эту операцию мы получаем c b c а значит экспонента мю а 0 минус мю b 0 на r t ну и в общем то мы чувствуем что это все очень похоже на обычную константу равновесия что по смыслу это имея и и и и и и в общем то и чем и является вот отношение концентрации определяется только стандартными потенциалами и вот это вот отношение аналог константа равновесия называет обычно д грани называет обозначает обычно через д и называет коэффициент распределения если вы знаете коэффициент распределения то в принципе вы знаете отношение концентрации для любого для 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 любого количества вещества которые вы помещаете растворяете в этих двух растворителях ну вот собственно физико-химическая часть жидкостной экстракции это здесь таким образом ее обычно используют для того чтобы ну скажем из одного растворителя перевести в какое-то вещество в другой или если если вас вас интересует вещество или даже для очистки растворителей которые так сказать могут скажем находится в б и вы переводите его в а ну здесь сразу таскать понятно что предположим б раствор содержит какую-то радиоактивную дрянь и вам как бы он растворитель вам нужен для чего-то и вы пытаетесь из этого таскать радиоактивную радиоактивные вещи перевести в раствора и потом утилизировать ну и скажем скажем в качестве раствора можно использовать тоже ионную жидкость то есть вариантов очень много здесь главное подобрать компоненты растворителей из которых можно они должны не смешиваться они должны достаточно хорошо растворять необходимое необходимое вещество и соответственно вот коэффициент коэффициент распределение тоже должен 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 проходить ну в промышленном промышленном процессе экстракции это используются довольно сложные аппараты они называются экстракторы и в общем их устройство в общем то может быть весьма изощренным но в лабораторных условиях вы наверное может быть даже на каких-нибудь лабах это использовали обычно пользуются обычно используют делительную воронку ну полезно чтобы мы представляли весь цикл хотя бы таскать так в теории весь цикл космосной экстракции то используется делительная воронка но которого вам часто почему-то несмотря на что то что ее называют воронка она напоминает некий цилиндр почти почти если здесь на риса рисую в натуральную величину сейчас я прокомментирую вот это стеклянный цилиндр в нижней части которую находится трубка с краном и если вы наливаете две несмешиваемые жидкости в делительную воронку здесь может быть еще естественно на шлифе можно закрыть сверху скажем а и b потом встряхиваете ждете когда устанавливается равновесие и можно одну одну из вас можно просто вот открыв кран слить соответственно подходящую подходящую химическую таска посуду колбу стакан и таким образом вещество из верхней фазы переходят в нижнюю и вы получаете его здесь но насколько это эффективно вы можете таскать определить понять если знаете коэффициент распределения операцию можно повторить значит вы слили один раз растворитель б добавили опять и еще раз провели эту операцию и в принципе можно в общем-то получить ситуацию когда вот из верхней фазы вы можете убрать все вещество как как который вас может может интересовать это жидкостная экстракция ну типично типичный пример такой системы сейчас мы пока говорили в общем но есть вполне прилили вполне известная который приводится везде в качестве примера система ну предположим у нас есть водный раствор йода водный раствор йода и предположим вот это а давайте здесь вода и известно что йод хорошо растворяется еще и в четырех хлористом углероде цехлор 4 это в качестве таскать экстракция йода из воды четырех хлористый углерод вы можете вообще греб убрать весь йод из воды вот используя такую таскать даже лабораторный подход лабораторе проводя жидкостную экстракцию ну про эту систему про йод и его ввод на четырех хлористую хлористую пару известно в общем то все и коэффициент распределения цех хлор 4 вода про нее известно что в этот коэффициент распределения равен 100 да достаточно хорошо в общем то на самом деле то есть четырех хлористый углерод как бы старается втянуть себе весь йод ну почему йод мы здесь вообще говоря с вами взяли ну во первых йод это вещество которое как мы знаем один из основных радиоактивных изотопов которые получается при деление урана или плутония поэтому случается какая-нибудь ну какая-нибудь катастрофа какой-нибудь чипы типа чернобыль или 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 фукусима опять же вот и к вечеру будет упомянуты в принципе вылетает жуткое количество радиоактивного йода но это йод с массовым числом 131 атомный номер 53 который в общем-то химически он как бы ничем не отличается и поэтому охотно лезет туда где обычно бывает простой таскать не радиоактивный изотоп йода и очень много этого радиоактивного йода летучесть очень высокая и он имеет способность накапливаться в любых живых организмах в том числе в организме человека в основном в щитовидной железе это мы знаем и поэтому да единственное что может быть хорошо что у него период полураспадок где-то неделя там восемь суток и где-то через несколько месяцев он уже не детектируется но за это время таскать он может быть очень приятным агентом который может довольно сильно навредить и поэтому вот как убрать йод из воды это даже не проданы не только умозрительная как бы задачка поэтому в принципе используя жидкостную экстракцию вы мы можем убрать из там скажем из воды этот вредный затоп и в связи с этим тогда вот у нас вот такая задача на дом предположим у вас есть 100 кубиков воды ясно что вода заражена но это легко понять потому что там любой дозиметр вам скажут что вообще что здесь с водой не очень объем воды предположим 100 кубиков полстакана и есть в общем-то много 4 хлориста углерода ну вы органическая но мы берем 10 сантиметров кубических для 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 йода коэффициент распределения 100 на это я уже вам говорю вот используя так сказать лабораторную делительную воронку вы можете вообще говоря уменьшить количество радиоактивного вредного вещества вот в этом полстакань воды но не знаю может может надо просто вот вообще больше никакого вода нет хочется пить партиактивного воду пить нельзя в общем-то рассматриваешь совсем какой-то такой случай невероятный но тем не менее и понятно что делая процедуру как мы рассматриваем процедуру с делительной колонкой несколько раз вы все время будете снижать количество радиоактивного йода в воде но правда все время так сказать у вас будет это радиоактивный радиоактивный элемент радиоактивный компонент в четырехловистом углероде ну и бог с ним таска в конце концов его можно залить там потом это утилизировать или что что-то вопрос следующий ну я не знаю сколько радиоактивного йода мы предположим там какие-то мили-мили-мили моли на литр от камеры не очень представляю что слишком много в смысле радиоактивности слишком мало но значит мы сформулируем вопрос так сколько раз н надо повторить процедуру экстракция чтобы снизить концентрацию ю да ну в миллион раз 10 шестой раз так по ощущениям что даже если здесь здесь какие-то бешеные концентрации концентрация сниженная в миллион раз уже будет почти что безопасно ну и не не несколько слов еще про вот другой органический компонент значит вода и органический компонент четырехлористый углерод это в общем-то довольно противный вообще говоря растворитель ну то что конечно как любой органический растворитель вредно для здоровья он правда не воспоминяется все поджечь невозможно ну вот опять же мы проецируем это на свойства ионных жидкостей которые не летят не летучи и и и не горят это тоже не горит но при высоких температурах если вдруг пожар не дай бог то он образует быстро разлагается образует фазген но тоже радости как бы мало вот так вопрос о том что что ионные жидкости в этом смысле на голову выше по своим свойствам чем чем вот такая такая органика надо сказать что четырехлористый углерод где-то там в прошлом веке 50 или 60-е годы скажем он использовался как как растворитель в химчистках и он хорошо чистят вообще говоря так сказать на какой пятно снять то четырехлористый углерод очень хорош и было время когда ну вот скажем нужно было сотрудницам некоторых научно-сельских институтов химического толка что-то так сказать там почистить из личных вещей то обычно использовался вот как казенный четырехлористый углерод но тут оказалось что четырехлористый углерод это вообще канцероген то есть вещество которое может вызвать онкологические заболевания и поэтому сейчас он уже не используется для хим и химчисток но в лабораторной практике он используется и поэтому с ним надо в общем то вот это иметь ввиду вы с ним надо обращаться очень очень осторожно опять же если не пить вместе там чай подливая туда четырехлористый углерод или еще таскать его если мыть руки перед тем как там делать перерыв на обед то в общем то все все более не в порядке но тем не менее вот его нельзя разливать там как-то так сказать относиться к нему совершенно разливать органические растворители вообще не хорошо лаборатория но вот опыт показывает что студента особенно не химики они как-то к этому относятся очень так ну не строго поэтому могут разлить рассыпать получается полный кошмар но это просто в качестве таскать напутствия на будущее вот ну сегодня наверное мы можем уже закончить нашу лекцию если есть вопросы да ну чтобы быть определенным один и тот же объем воды и сколько циклов подливая все время 10 кубиков четырехлористого углерода его вливая и таскать продолжаю как-то в этом дождь все тогда спасибо за внимание на этом все